Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Сегодня мы с моей женой Зиной постараемся сделать еще один рецепт из ресторанных блюд. Набор с девысом, который производит фирма Green Chef. Мы буквально на днях получили позавчера, кажется, да? Да. Или вчера даже? Вчера. Мы это блюдо вчера сделали, вечером попробовали. Сейчас мы будем делать второе блюдо. С курицей. Да. Давай канонс, что мы здесь имеем. Вот такой у нас будет жареный цыпленок и полента. Итальяно-сицилийское блюдо вот такое. Ингредиент помечен синим цветом. Смотрите, очень удобно. Вот. Все, что в наборе, четко, чтобы не перепутать. Или зеленый, или какой-то еще вариант. Ну, да, хорошо ориентируй. Итак, мы разобрались с тем, что у нас хоть набор. Цыпленок. Чеснок, розмарин. Сыр пармезан. Какая-то приправа под названием Аградольч. Не знаю, что такое. Основа для соуса. Горошек. Стручки. И кабачок. В идеале у нас должно получиться вот такое блюдо. Сначала сейчас приступим к подготовке. Ну и по ходу дела будем вам показывать основные этапы приготовления. Все сделано степ-бай-степ. Вначале нужно будет обжарить цыпленка. Пока один занимается обжаркой, другой режет кабачок. Потом нужно будет обжарить немножко кабачок. Подготовить вторую часть овощей. Параллельно начать готовить соус. Убрать цыпленка. И дотушить овощи. Ну и, собственно говоря, сервировать. Всего 8 этапов. Я сделал небольшой перерыв, чтобы посмотреть, что же такое у нас есть некоторые продукты, которые не знаем. Что такое органик, например, Аградольч. Казалось, что Аградольч это традиционный тисло-сладкий соус итальянский. Состоит из двух частей своего слова. Аградольч это традиционный тисло-сладкий. Я этого, например, не знал. То есть он действительно должен быть на вкус. Если попробовать. Ну да. Кстати говоря, один. Этот соус я по вкусу узнаю. Я неоднократно в итальянских ресторанах его пробовал. Его добавляют в большинство итальянских блюд. Но самое интересное, что такое органик инстант палет. Кто этого знает? Я скрыл пакетик, прежде чем пойти копаться в интернете. Ломал голову, потом сообразил. Это банальная измельченная кукурузная мука. То есть палента это итальянская, ну, вариант мамалыги, кукурузная каша. То есть что-то достаточно просто. С этим соусом важно будет только сделать бульон куриный, на основании которого будем делать эту соусную подложку. Пару слов по поводу этого Баттерс Квоша. Такой вариант американского кабачка. Значит, обязательно нужно будет, если вы делаете сами, или если в наборе у вас, из кабачка удалить косточки. Они будут совершенно не нужны. Как бы, что касается подготовки. Я почему делаю медленно? Потому что у меня как бы идет съемка камеры, и надо все это показать. Это раз. На самом деле, приготовление гораздо быстрее. И второе, что необходимо сделать, это удалить эту жесткую курицу, потому что она действительно жесткая и неудоборимая. Все ингредиенты, которые были у меня в прошлом меню и в этом рецепте, я предварительно взвесил на элекционных весах, чтобы для себя в голове закрепить приблизительно расход продуктов из расчета на двух человек. И кабачок нужно будет порезать вот такими квадратиками, сантиметр на сантиметр. Достаточно сюда быстро, легко рубится. Неудачный кусочек, потому что он был дыркой изначально. Естественно, все это, если делать быстро на большой доске, то все это будет. Сейчас мы как бы немножко сгаляемся, делаем такой высоченный вариант для видео, но вообще, в принципе, готовка, она подразумевает быстрый процесс, резкий и вообще всего. Жесткий такой кабачок, прилипает ножик к нему, поэтому лучше, мне кажется, использовать керамические ножи. Вот, кто у вас, из моих зрителей. Важный этап, необходимы те куски, которые были цыпленка, их немножко уменьшить, чтобы он все это у нас обжарился. Да, слишком много, но долго жарится будет, если керамические большие. Цыпленок очень мягкий, хорошее мясо. Нам необходимо будет его сделать с крусящей зин. Надо сделать попробовать. Добавляем, выкладываем курицу на огонь. Добавляем еще и сделаем. Закрывать крышку, соответственно, нет, если будем закрывать, она уже полустушеная, она уже ждет кристи. Понятнете, ну как дожарится. То есть, в деканстве 5 минут? Да, 8 минут, все. Потом будут перевернуть 3 минуты. 20 минут мы снимаем, вот здесь не снимаем, переворачиваем. Переворачиваем, значит, 3 минуты, потом добавляем овощи. Так, время приготовления соуса. Да, надо дать ложку масла. Такую кастрюлю у нас побольше, дай еще одну, наверное, кастрюлю. Там, да, кастрюлю, надеюсь, все. У нас еще большая кастрюля. Ну что, мы можем еще полно налить воды сюда. Стоп, ты сейчас, дорогой. Как же поняли, что мы себе думали. Ну, 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 да, и чего она вообще. Ну, готовится? Да, естественно, с другой стороны двигает, но кто-то затупит, затупит. Самое важное. Ну, я же не знаю, все, по-моему, что я нажала. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Это делаем? Сык-бираем куриным бульоном. Курицу надо убрать, чуть-чуть не надо. Стоп, 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 еще чуть-чуть. Хорош? Достаточно. Пока достаточно, будем потом добавлять. Спасибо. Используем полученную куриную бульону. Будем помешивать. Курица, смотри, видишь, она у тебя вся розовая. Курица, смотри, давай засыпать. Полностью засыпать эту курицу. Будем помешивать до готовности. Добавим еще бульон, если нужно будет. Нам больше, чтобы компетенция. Все, шкварчит. Все-таки хорошо, когда вдвоем это делать. Потому что блюдо подразумевает, что теперь одновременно приготовить и вот эту кашу, которая полента называется, и одновременно заниматься курицей. Важный эффект, это необходимо сейчас посмотреть на курицу и убедиться, что она уже дожарилась, что у нее нету красного ничего. Потом мы курицу забираем и продолжаем тушить овощи. Ну и параллельно занимаемся вот этой кашей. Зинка, возьми ножницы, сделай контрольный надрез. Посмотри, есть ли он ровный или нет? Сразу. Ты внутри посмотри, готово или нет. Курица за тормозом, готова. Ты не сверху снимай, Дима. Посмотри внутри, сделай глубокий надрез. Ну, нормально. Я бы еще попросил бы. Ну, пять, не бой. Последний, практически заключительный этап. Перед продачей высыпаем пармезан. В эту кашу, а здесь мы быстренько сейчас тушим кабачки вместе с горошком. Курица, можно отдельно. Самое главное, кислотат и стол, давай. Выливай, выливай, здесь. Полностью ложка, там, вычеркнись, вот, масло все. Ага. Вначале выкладываем по ленту, как подушку делаем. Да, как вы, как вы, как делаете пироги, какие-нибудь длины? Ну, так не надо, побольше, такой жирной плюшкой. Ага. Теперь давай к куревичу. Так. 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 У нас, кстати, можно тоже дать на 3. И в курсе ты возьми. Ты вроде курс не ешь. Угу. Последний штрих у овощей, да, я так понимаю? Да. Сложно, достаточно рассчитать температурный режим с этими овощами. У нас немножко с этим кабачком. Мне нравится красиво получше. Я еду вот это с корочкой. Посмотрите, что получится. Кабачок у нас подгорел. Пустили мы немножко кабачок. Асим, это ресторанное блюдо. Что ты хочешь? Я никогда не готовил, поэтому тут нужен навык. Я тоже никогда не готовил. Знаете, когда вы, когда снимать, когда класть в овощи и так далее. Это мы просто пробуем. Это наш первый эксперимент. Под это замечательное блюдо мы возьмем бутылочку калифорнийского вина. Вот, откроем сейчас. И я думаю, будем пробовать. Все уже готовы пробовать, да, Дима? Да, мы будем кушать. Бормышка расстроилась просто. Поэтому сейчас упакуемся и будем кушать. Лиза, кто же попробует сейчас? Да, мы сейчас Лиза попробуем. Пробуем. Давай, Дима скажет свое мнение. Классно. Оно мягкое, сочное. Не знаю, когда-то кашу не ела, но кашу не ела, но сочетание с кашей необычно вкусно. Попробуй помазать вот кашей на курочку, чтобы получится, да? Я помазала на курочку, да. Вот, я показывала. Вкус необычно получается. А Лиза как? Я покажу. Лиза. Давай, попробуем. Вкусно? Вкусно. Да, плохое блюдо не стал бы, Лизка, есть. У нас в виде избирательная, она не будет все, что подряд есть. Если ей не нравится, она ведет сразу плевает. Да, а это и ест. Очень-очень хорошо. Молодец. Ешь. Все? Так, дайте я сам запробую. Курочка. С этой полентой. Необычное сочетание. Сама по себе идея. У нас кукурузная каша с марином и чесноком. Я такого не знала, что такое может быть вообще. Что каша может быть с травами. Сейчас попробую добавить еще. Угу. И горох с баттер-сквошным лясом мы не готовим. Очень вкусная штука. Сквошный. Я не знала, что можно готовить такой. Большой, наверное, стармайки покупаем. Баттер-сквошный другой. Он сладкий. Реальный итальянский вкус. Ну и калифорнийский вино, конечно. Общие впечатления сегодняшнего рецепта. Сложно, но вкусно. На первых да, сложновато. Мы не персональные повара. Сложного температура учесть все очень сложно. Прошлый рецепт был попроще. Да. Тут, конечно, нужно знать нюанс, почему курица должна быть хрустящая, понимать технологию, все это немножко разбираться в готовке. Ну, будем дальше расти. Ну, да. Набор, скажем так, для продвинутых любителей. Ну, мы всегда планируем набор даже заказывать уже самих. И в каждые выходные будем вас радовать. Да, потому что это классно. Дома можно никуда не ходить. Без ресторана. Без ресторана делать дома и... Будем каждый раз делать все писано пока. Тем более, что мы вдвоем это делаем. Да. Да? Будем каждый выходные вам показывать. Прикольно, когда работаем семейно, вот. Мне когда, как команда, просто другу себе помогают. Каждый умеет что-то делать и просто рекомендации дает, показывает, учит и так далее. Ну, пожелаем хороших выходных, ребят. Спасибо. Так, ну-ка это убираем. Лиза, тебе рано еще. Давай, Динка, чокнусь. Хороших выходных. Оставайтесь с нами на канале. Хорошего всем дня. Здоровья вам, вашим близким. И любите друг друга, да? Да. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...